Успех работы пиарщика со СМИ зависит от трех ключевых показателей, как минимум. Наличие значимого информационного повода для отрасли и для бизнеса, степени близости взаимоотношений с представителями прессы и грамотно сформированных информационных материалов для журналистов традиционных медиа и интернет-изданий. О последнем факторе мы поговорим сегодня в программе «Маркетинговая среда». Доброе утро! В студии Наталья Самойлова. Темой сегодняшнего выпуска – технологии создания информационных материалов для работы со СМИ. Пресс-релизы, пресс-буклеты, медиакиты, анонсирующие и итоговые релизы – вот неполный перечень нашего сегодняшнего интереса в беседе с моим гостем, экспертом в данном вопросе, заместителем генерального директора агентства «Международный пресс-клуб» Чумиков пиар-консалтинг Михаилом Бочаровым. Доброе утро, Михаил! Спасибо, что приняли приглашение в программу «Маркетинговая среда». Здравствуйте! Очень приятно быть в вашей программе. Михаил, мы традиционно начинаем программу с небольшого «Блиц-опроса». Это та часть, в которой я буду задавать вопросы и попрошу вас отвечать только «да» или «нет», что обычно довольно коварно и сложно для наших гостей. Итак, медийный успех мероприятия зависит от тех информационных материалов, которые предоставляются прессе. Да. Могут ли информационные материалы быть выложены на сайте компании в соответствующем разделе вместо распечаток, раздаваемых на мероприятие? Да. С вашей точки зрения, существуют ли основные повторяющиеся ошибки среди пиарщиков компании при разработке информационных медиаматериалов? Да, много. Пресс-релиз, анонс, медиакит – это разные инструменты пиарщикам? Разные. Информационные анонсирующие материалы для печатной прессы, телевидения, радио, интернет имеют свою специфику? Безусловно, да. Существуют ли законы безупречных информационных материалов, которые обеспечат эффективность пиар-деятельности? Да. Обязательно ли за разработкой информационных материалов обращаться в специализированные агентства? Или пиарщики могут это делать сами? Нет, не обязательно. Дизайн и оформление информационных материалов имеют значение для последующего паблисити? Да, нет. Ну, из неопределившихся. Попробуем более подробно поговорить чуть позже. Итак, я задала вопрос Блицы. Медийный успех мероприятия зависит от тех информационных материалов, которые предоставляются прессе. И вы уверенно сказали да. Какие виды информационных материалов в работе пиарщика сегодня существуют? Ну, я бы дал такую трехступенчатую классификацию по способу попадания в СМИ, по жанровым группам и по композиционной структуре. Ну, вот поподробнее. Значит, по способу попадания в СМИ. Ну, в первую очередь информационный материал для журналистов, из которого делается другой текст, выполняющий, в общем, другие функции. Ну, то есть некая шпаргалка, которая предоставляется прессе, да? Или пресс-релиз, или биграундер. Материалы для непосредственной публикации в СМИ на естественной, бесплатной основе, как мы говорим, по информационному поводу. В этом случае пиар-текст – это журналистский материал, который производится журналистом или пиар-специалистом. И третье – это материалы для публикации в СМИ на платной основе, так называемые заказные, скрытые или открытые материалы. В этом случае пиар-текст может приравниваться к рекламному сообщению. Он пишется журналистом или иным специалистом по производству актуальных текстов, ну, мы называем копирайтером его. И размещается в СМИ на платной основе по пиар- или рекламным расценкам. Это вот первая группа. Вторая группа – жанровая, да. Ну, здесь жанры журналистские мы не принимаем. Берем свои жанры пиар-овские, да. Оперативно-новостные тексты, исследовательско-новостные тексты, фактологические тексты, позиционно-констатирующие и личностно-образные. Ну, в основном здесь упор на новостные тексты делается, как вы видите. Потому что авторская журналистика, к сожалению, она умирает, но бывают хорошие авторы, которые иногда сотрудничают с компаниями, которым нужно продвижение с помощью Media Relations. Ну, то есть новостейный формат – это более вынужденный формат на сегодняшний момент или он рекомендуемый? Народ не читает больше новостей, ничего, по сути дела. И даже сейчас не читает, а листает. И на определенных интернет-устройствах. Да, да, на гаджетах, да. И последнее – по композиционной структуре. То есть простые первичные тексты, это один текст, один жанр. И комбинированные тексты, несколько текстов, несколько жанров. Ну, буклет тот же, например, да. Или полоса, состоящая из новостей, там, очерка, интервью и так далее. А кто внутри компании в рамках пиар-подразделения должен заниматься написанием этих текстов? Это отдельная специфика? Это журналист в прошлом? Если крупная структура, то, в принципе, нанимается профессионал, журналист в прошлом, или копирайтер, который специально этим занимается. Ну, а некоторые сейчас делают пиар бесплатно, без денег. И тогда уже ты сам должен, как пиар-специалист, и тексты делать, и редактировать, и размещать, и так далее. То есть человек-оркестр. Вы так ехидно сказали про пиар бесплатный, без денег. Мне показалось, или вы действительно к этому относитесь с определенной такой долей профессионального юмора, что это невозможно? Ну, с долей юмора, но я же в агентстве работаю. А, понятно, профессиональный интерес. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что было бы неплохо, чтобы при размещении бесплатно, например, на бесплатной основе материалов, текст был написан журналистом. Сейчас существует убеждение, что, ну, во-первых, СМИ, исходя из моего опыта, не берут готовые материалы от компаний. То есть они все равно перерабатываются. Ну, стилистика немножко другая. С вашей точки зрения, все-таки, в данном случае, компания должна иметь какого-то своего, ну, аффилированного, плохое слово, аффилированного журналиста по данной тематике в каком-то издании? Ну, мы говорим так, что у компании должен быть журналистский пул, и в этом пуле должен быть твой человек, с которым ты работаешь, который знает. И не потому, что хочет заработать деньги на тебе, а потому, что по профессиональной необходимости ему нужно отрабатывать определенную тему, и ты для него являешься не в смеке. С вашей точки зрения, Михаил, какие на сегодняшний момент наиболее эффективные информационные материалы для работы с прессой? Наиболее эффективные материалы, они традиционные, конечно, да, тот же пресс-релиз, эффективно написанный, да, или для интернета социальный медиа-релиз. Вот поподробнее, потому что меня интересует на данный момент и технология создания пресс-релиза, знаете, такой вот прям учебный вариант, с чего начинать, что должно быть, чем заканчивать, как подводить к аккредитации. И социальный пресс-релиз, который на сегодняшний момент является, ну, таким небольшим новством, наверное, для многих пиарщиков. Вот подробнее на эти темы. Ну, составляя пресс-релиз, я думаю, что тот, кто составляет, должен думать как журналист, совмещать желания организации и требования СМИ, представлять факты в форме отличной от рекламной, безусловно, акцентировать внимание на самой важной и интересной информации, то есть писать минимум, на самом деле. И больше смысла, меньше слов, как говорят, много буков. А что на сегодняшний момент наибольше интересует журналистов, когда они получают пресс-релиз? Ну, как всегда, жареные факты, безусловно. Ну, то есть шутки ниже пояса, убийство, желтуха и так далее? Ну, шутки ниже пояса уже, я думаю, что нет, а убийство и, ну, такая относительная желтуха, ну, сейчас политика вот стала интересовать журналистов. А если мы говорим о бизнес-компании, например, какое-то производственное предприятие, да, или ритейлер, или девелопер, ну, где, в общем, наверное, такая, то, что интересует журналистов при наличии, это довольно серьезная проблема для компании. Новые отрасли всегда интересовали, я помню, как вот мы, например, привели первого директора в коммерсант, в свое время, когда работал в агентстве, начинал работать, который занимался девелопером. И никто другой об этом никогда не говорил, не писал, хотя, в общем, это мировая практика. И он стал отвечать на вопросы, даже рубрику свою завел, но я не буду сейчас пропагандировать, его, да, рекламировать. Ну, вот, новые отрасли всегда, конечно, пользуются популярностью и всегда предмет интереса, да. Ну, и, естественно, все, что происходит на рынке сегодня, да, то есть поглощение, создание новых предприятий, создание каких-то, так сказать, ассоциаций предприятий, выживание на рынке, да, освоение новых отраслей, да, соотношение сотрудничества с государством, вот это очень волнует, конечно. Но об этом, как правило, откровенно и не говорят предприниматели. Ну, да, но, в общем, иногда бывают, рецепты они даются, я РБК читаю всегда, и там вижу их. И иногда мы тоже некоторые темы такие, в общем, используем для продвижения своих компаний, с которыми работаем. А пресс-релиз — это некий анонсирующий или итоговый событийный материал, правильно? Ну, они разные бывают, да, то есть есть пресс-релиз-анонс, да, есть новостной пресс-релиз, есть пресс-релиз-объявление. И сейчас есть еще пресс-релиз, просто пресс-релиз. Это вот для чего? Вот как вот просто, ну, скажем, иногда нужно по законодательству сообщить о том, что компания там провела собрание акционеров, или там собирается проводить. Пишется просто пресс-релиз компании такой-то. Факт публикации нужно вот обязательно юридически, чтобы был. Вот и все. Что прессу однозначно отторгает в присылаемых пресс-релизах? То есть, иными словами, что гарантирует непубликуемость данных материалов на сегодняшний момент? Ну, вообще, я думаю, что присылать пресс-релизы, ну, это вчерашний век, да, то есть... Потому что, ну, было такое, когда, там, вот мы начинали, там, в 90-х годах рассылали хорошие новости пресс-релизами. Вот. Ну, там, допустим, 600 СМИ, 20% публиковало, потому что в основном публиковали какие-то областные газеты. Вот. Ну, это было очень эффективно для продвижения хороших новостей, потому что очень много было чернохи. Вот. Но сейчас уже по-другому. Сейчас, даже приглашая на пресс-конференцию, вы должны пригласить тех журналистов, которые четко специализируются на данной проблематике, да. И им, соответственно, потом, там, и бэкграундеры давать, и пресс-релизы, и так далее. Просто послать в редакцию. Я вспоминаю в этом смысле, ну, такой смешной момент из учебника Алешиной знаменитой, да, там. Что такое пресс-кит? Это пресс-кит, это вот папка, куда мы кладем пресс-релиз, кассету, аудио, видео, биографии, факт-лист, бигграунда, посвященный одной новости. И если мы пошлем это в редакцию, то это обязательно будет опубликовано. Ну, было такое убеждение в свое время. Это калька с английского учебника. Действительно, у них агентства есть, которые занимаются покупкой таких вот пресс-китов. У нас, к сожалению, этого нет сегодня. Хотя, из-за того, что наступают социальные медиа на печатные СМИ, те пытаются быть конвергентными СМИ, и поэтому сейчас тоже стали собирать, да, вот, то, что делают люди, да. Появляются там на Ария новости, репортер, раздел, где ютьюбовские, рутюбовские ролики появляются и так далее. С точки зрения такого информационного материала, как анонсирующий событийный пресс-релиз, из вашей практики какова эффективная конвертация вот этого количества разосланных пресс-релизов в количество пришедших журналистов и последующая конвертация в написанные материалы? Ну, вот... Вот что можно считать эффективностью с этой точки зрения? Ну, я считаю, что время пресс-конференции, которые поголовно проходили, там, 90-е годы, вот, через наше агентство практически, когда мы занимались, прошли все ведущие ньюсмекеры общественные, политические, экономические России, да, потому что международный пресс-клуб, соответственно, центр международной торговли. И вот каждую неделю по два, по три мероприятия, пресс-конференции проходили, а потом стало немодным, значит, ходить, ну, или кто-то говорил, что не надо, потише, да, вот, а сейчас интерес к пресс-конференциям, если придуман хороший новостной повод, и креаторы действительно, креаторы действительно поработали хорошо, да, И тогда, в общем, появляется интерес, и тогда идут, и вот мы, собственно, продолжаем заниматься подготовкой пресс-конференции, я имею в виду международный пресс-клуб, а вот, и именно разрабатываем хороший заголовок интересный, интересный подзаголовок. Ну, вот, просто пример, да, обращается компания к нам, говорит, что мы продаем замороженные грибы белые, там, зимой, летом, в любое время, 100 долларов корзинка, да, вот мы хотим как-то продвинуться, вот можно пресс-конференцию у нас провести? Ну, естественно, мы говорим, да, но мы не проводим пресс-конференцию о них, мы проводим пресс-конференцию о грибах, и они, как бы, становятся ответственными за вот эту целую нишу грибников, да, то есть мы приглашаем биологов, там... То есть вы ставите компанию на уровень экспертного мнения по тематике? Да, 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 тогда просто вал, и приходят и телекомпании, и приходят журналисты, ну, 40-50 журналистов, вот, можно гарантировать, там, 10 камер федеральных агентств, можно гарантировать. Но все-таки конвертация разосланных пресс-релизов в пришедших журналистов, какая, с вашей точки зрения, эффективная? При учете соблюдения вот тех исходных данных, интереса, темы, актуальности, гипернизированности? Ну, вы знаете, если даже 20 журналистов пришли на вашу пресс-конференцию, то если это представители информационных агентств или посещаемых порталов и так далее, то потом идет верная рассылка материалов, которые они приготовят, и может быть умножение на 2, на 3, то есть это уже, там, 40-60 СМИ, которые вы охватили. Не пришедшие журналисты на мероприятие, которое анонсировалось информационными материалами, это, как правило, провал в какой части подготовки пиар-события? Ну, надо потом позвонить и спросить, почему вы не пришли? Если они скажут, нам это неинтересно, ну, все понятно, значит, мы плохо поработали, не нашли тех журналистов, которым это интересно. А если они действительно там не могли прийти, мы им посылаем пресс-релиз, дальше смотрим, следим, как они публикуют что-то, не публикуют и так далее. То есть надо продолжать все это мониторить, отслеживать, безусловно. У меня такой личный вопрос, он, наверное, не всем слушателям будет интересен, такой лично профессиональный. Довольно часто сталкиваюсь с ситуацией, когда клиенты нашего агентства в том числе проводят, планируют провести, а, неинтересное событие, б, с неактуальной темой, с, не желают работать не над тематикой, трепетно относятся к этим вот чиновничным языком написанным текстам. Причем то, что у мероприятий не будет медийного успеха, ну, понятно на старте подготовки. Вы как решаете вопрос с такими клиентами? Вы отказываетесь от их обслуживания, понимая, что пресса не придет, это не та тема, либо есть какие-то другие варианты? Ну, мы все равно пытаемся с ними работать. Мы начинаем брать на себя функцию пресс-службы этого агентства, которое заказывает нам. Мы начинаем показывать, что будет, если изменить текст, что будет, если пригласить вот этих, вот этих, а не этих, кого они рекомендуют и так далее. Ну, можно договориться всегда, мне кажется. Эффективность можно показать, например, в кейсах много у нас, и они даже в наших учебниках с Александром Николаевичем Чумиковым прописаны. Можно всегда все это объяснить и доказать. Давайте перевернем этот вопрос с другой стороны. Для слушателей, которые представляют подразделение пиара внутри компании, при работе с пиар-агентствами, вот какие ключевые моменты вы могли бы порекомендовать, на что обратить внимание при работе с агентством при подготовке информационных материалов? Безусловно, это самая главная база данных рассылки, да, то есть обновляемая, живая база, с которой они работают, они ее должны показать, соответственно, вы должны проконтролировать, послали, какой ответ, да, и так далее. И вот здесь очень точечно все это надо рассматривать, потому что там одно СМИ важное, федеральное, и за ним целый веер других СМИ идет, да. Дальше подготовка пресс-релиза. Ну, чтобы не переврали должности, фамилии, часто тоже агентства грешат этим, да, вот, потому что можно обидеть людей, которые придут на пресс-конференцию, видят неправильно себя написанными, просто стыдоба, вот, и дальше они просто никогда не придут. Вот, ну, обязательно отслеживание агентством после пресс-конференции, публикаций, и вот этот пост-пресс-конференционная работа, которую тоже обязательно нужно контролировать. С вашей точки зрения тенденции переход на видео, ну, на интернет пресс-конференции, это влияет на посещаемость? Я знаю ваш ответ, но тем не менее, это влияет на посещаемость журналистами подобных мероприятий? Какой смысл приходить в аудиторию, если я могу включить компьютер и на том же сайте РБК, да, в рамках конференции посмотреть, почитать, послушать потом, посмотреть видео и так далее? Это правильно, да, что, конечно, меньше будут приходить, если будут показывать, но нужно построить так пресс-релиз, чтобы журналист хотел прийти и задать свой нескромный вопрос, который он не может задать просто так, а ему надо обязательно прийти. Ну вот приведите пример, как можно построить скучный пресс-релиз на тему, там, отчетно-перевыборное собрание такого-то года в такой-то компании, так, чтобы журналисты захотели прийти, может быть, из практики? Отчетно-выборное собрание компании? Ну, я сутрировала, да, будем считать, что пошутила, но тема у бизнеса, как правило, да, либо это финансовая, если мы не берем рейдерство, захваты, куплю-продажу, выход на IPO, куда априори пойдет пресса? Ну да, но вот есть такая технология раскрытия информации, да, любая компания, даже, в общем, достаточно прозрачная, тот же Газпром, в общем, монополист и так далее, не всегда хочет раскрывать всю информацию о себе, то есть всегда есть какая-то заначка информации, которую можно вынести в шапку, ну, только нужно посмотреть специалисту, что из этого будет, не будет ли это как-то влиять, да, и так далее. Но всегда можно найти вот эту вещь, которую можно раскрыть, и это будет очень интересно для журналистов, которые пишут по этой теме. Вот, ну, иногда просто подготовка самого пресс-релиза бывает интересна. Представьте себе, компания заказывает оценку какой-то собственности, да, вот, особенно, когда международный проект. Или оценка, ну, вот у нас была оценка биоразнообразия лососевых в Камчатке. Когда вот Роснефть начала на шельфе добывать, там, пробно нефть, стали думать, да, что выгоднее нефть или лососевые, да, наши дикие лосои, все российские. И вот международная организация, ну, в частности, ПРООНГФ, программа развития ООН и Глобальный экологический фонд, заказала одному институту оценить, сколько будет строить вот все это биоразнообразие лососевых. Ну, и к определенному моменту нужно было провести пресс-конференцию. Соответственно, мы ее готовили, а вроде как в этом институте оценивали, но никак не могли оценить. И в результате остается там четыре дня до пресс-конференции, а цифры нет. И мне пришлось... Считать вручную? Ну, освоить их технологии и примерно предложить им цифру, которая, в общем, оказалась значительно высокой, да, там 20 миллиардов. Потом ее подтвердили, кстати, ну, там немножко побольше еще было, но 20 миллиардов долларов. Вот. И вот с этим вышли на пресс-конференцию, все показали, а потом постфактум они посчитали. То есть, вот такой был цирк. Но, тем не менее, международные организации, они всегда информационную часть вперед пускают функционала. Им не важно, как функционал пройдет, главное, так сказать, информационная среда, чтобы целевые группы почувствовали, поняли ситуацию и так далее. Вот был такой казус. Было интересно. С вашей точки зрения, провокационные названия мероприятий, названия информационных материалов, они обеспечивают повышенный интерес со стороны прессы? Или прессе это уже приелось? Уже всякое видели? Ну, мне кажется, такие издания, как и редакция Московского комсомольца, всегда стараются свои названия сделать на грани фола. Вот. И опасно даже там размещать некоторые ангажированные материалы, за которые ты платишь, да, в качестве рекламы или пиар. Вот. Потому что название они имеют право ставить любое. И в результате могут перевернуть проблему. Это опасно, на самом деле. Опять же, из вашего опыта, при проведении пиар-компании, какое процентное соотношение платных-бесплатных материалов допустимое? Ну, мы стараемся все бесплатные материалы делать. Ну, понятно, что если прессу не интересуют какие-то, например, социально значимые мероприятия, да, социальная ответственность бизнеса сейчас совершенно мало кого волнует. Нет, все говорят, что очень возбуждены этим вопросом, но мало кого из прессы волнует. Какие-то фонды, например, благотворительные. Ну, вы зря говорите. Например, вот по социальным вопросам у нас проблема социальной отчетности, да. Вот мы еще не перешли на социальную отчетность, которая существует в Европе. Это, кстати, прессе всегда интересно, стандарты. Некоторые начинают переходить. В какой степени, как? Вот просто я этим занимался, вот, и готовил, соответственно, и пресс-конференции по этому вопросу для одной из компаний. И, собственно, изучал эту проблему в целом, даже лекцию студентам стал читать по этому поводу, потому что это действительно актуально и важно. Социальная отчетность и вообще корпоративная социальная ответственность и вхождение социальной отчетности в эту тему. Вот, и оказалась, в общем, вот такая тема, всем поднадоевшая, совершенно других аспектов может быть рассмотрена и может быть очень интересна. Спасибо. Я увела вас от ответа на вопрос по поводу социального пресс-релиза. Все-таки хотела бы к нему вернуть, что это такое, для каких целевых аудиторий рассчитано и как правильно его производить, размещать, как с ним работать? Значит, социальный пресс-релиз или социальный медиа-релиз, он появился в России в 2007 году, вот, и так потихонечку, не спеша, начинает осваиваться. И можно сказать, что с позапрошлого года он активно освоен нашими информационными агентствами. Это часть, можно сказать, вот такой глобальной системы создания ньюсрумов. То есть, допустим, любая информация в виртуальном виде должна сегодня храниться в агентстве информационном. Ну, вот в РИА Новости разработан виртуальный ньюсрум. И, в принципе, по любой проблеме вы можете найти папку, где эта проблема, так сказать, представлена виртуально. Вот, и, собственно, эта папка состоит из этих самых социальных медиа-релизов. Ну, что тут главное, да, что, в принципе, остается текст классического пресс-релиза, да, с одной стороны. А с другой стороны появляются всякие дополнительные вещи, связанные с тем, что, прежде всего, мы социальные медиа-релизы распространяем в интернет-сайде, да, для социальных медиа прежде всего. Поэтому появляются выделения всевозможные, которые позволяют уровни рассмотреть этого пресс-релиза, почитать какие-то дополнительные материалы, посмотреть фотографии, видео. Очень много ссылок всевозможных, да. Этот пресс-релиз обязательно авторский. Есть координаты в интернете и так далее. И очень важная часть — это комментарии к пресс-релизу. То есть вы можете оставить комментарии. Если в агентстве отслеживаются все комментарии, после каких-то очень значимых комментариев, пресс-релиз может быть переделан, да, то есть он постоянно... Комментарии читателей, пользователей, да? Да, да, да. Кто-то зашел, посмотрел пресс-релиз, ему не понравился или он увидел неточности какие-то, да, и постоянно пресс-релиз обрастает этими комментариями, все время увеличивается, увеличивается. И специальные модераторы, так сказать, потом его переделывают в новый пресс-релиз. Ну, вот так происходит в агентстве РИА Новости, например. А кто целевая аудитория? На кого рассчитаны такие? Вряд ли это представители прессы. Ну, и представители прессы, которые имеют свои блоги, которые входят в социальные сети. То есть прежде всего для социальных сетей и для блогов. Вот, и поэтому писать надо очень коротко, так, чтобы текст поместился, в принципе, на экран и был не больше, чем экранное пространство, да. И чтобы он очень был выразительный, то есть вот эти все ссылки на YouTube, Routube, там, RSS-ленту, чтобы это все просматривалось, очень четко было видно, что там написавший имеет свой аккаунт, там, в Твиттере, в Фейсбуке, там, ВКонтакте, в Одноклассниках. Это все можно посмотреть. И проблема только не сегодня возникла, а она какая-то, так сказать, долгосрочная, да. И может быть продолжена с помощью вашего комментария. Но ведь, согласитесь, что многие представители бизнеса достаточно с большой опаской относятся к вариантам размещения информации в интернете, которая может быть потом прокомментирована. Ну, по понятным причинам, потому что модерация комментариев, то есть любой комментарий после подобного материала, он способен повлиять на репутацию бизнеса. Ну, вы знаете, вот мы встречались тут с несколькими компаниями, которые занимаются проблемами связи, ну, в общем, там, айтишники, вот. И они рассказывали о том, как они с блогосферой взаимодействуют. Ну, они стараются сейчас и собирать блогеров, с ними разговаривать. Я говорю, ну, они же плохо о вас пишут потом все равно. Ну, да, но это не страшно. Главное, что они все равно видят хорошее. И чуть-чуть хорошего они все время дают. Потом они могут переделаться, потому что, ну, человек не может все время, так сказать, во страстке рассматривать организацию. И постепенно он все равно приходит к пониманию какому-то объективированному. Когда много раз приходит в эту организацию и получает должную информацию. Поэтому здесь есть надежда на то, что блогеры услышат наш бизнес и будут изменяться. Ваши бы слова, да, понятно, кому в уши. Я вас спросила в Блице. Пресс-релиз, анонс, медиакит — это разные инструменты пиарщика? Вы сказали, да. О пресс-релизах мы поговорили достаточно подробно. Вот можно несколько слов об остальных инструментах информационных, которые не уходят сейчас так вот активно с рынка, а у которых еще жизненный период впереди, ну, какой-то предвидится. Ну, вы имеете в виду, прежде всего, медиакит или пресс-паппу? Пресс-паппу, анонс, тот же самый бэкграундер, о котором вы уже говорили. Ну, бэкграундер никогда не уйдет, потому что всегда новые журналисты будут появляться, например, там, выпускники факультета журналистики, приходя там в редакцию газеты, они получают социалку, да, например. И они сразу направляются на какую-то острую пресс-конференцию, и они не знают проблемы. И те, кто готовит эту пресс-конференцию, должны, ну, дать какую-то предысторию проблемы на более широком формате, чем пресс-релиз. И вот этот бэкграундер или фоновик, если его там, да, подлинно переводить, да, он просто необходим для молодых журналистов. Он должен быть в распечатанном виде или, допустим, в электронном на сайте компании, например, разделе для прессы? Ну, лучше, чтобы он был в распечатанном виде, потому что часто журналисты ленивы. А когда вот все есть, допустим, медиакит, в нем лежит пресс-релиз, к нему факт-лист, бэкграундер, там, биографии руководителей компании, буклет, диск там с презентацией компании, вот тогда человек считает, что у него серьезная информация, он оснащен, и он может дальше писать материал хороший. — Можно ли перечислить, что в обязательном порядке должно, например, содержаться в бэкграундере? Ну, вот как вы с пресс-релизом перечисляли, что должно быть обязательно? Ну, понимаете, предыстория — это, как правило, очень интересный материал, да, он может быть просто в жанре журналистского расследования написан, вот, а может быть это какой-то набор таблиц, набор старых пресс-релизов, которые, в общем, по порядку разложены просто, потому что иногда компании не хватает времени написать нормальный вот этот фановик, ну, они тогда берут просто старые пресс-релизы, все собирают, там, приказы директора, получается такая, в общем, папка-досье. Вот это уже бэкграундер. — А это тот случай, когда размер имеет значение? То есть объем? Есть какие-то ограничения по объему? — Нет, абсолютно. Если проблема сложная, пусть будет большой объем. Но тоже журналисты... — Вот я вспоминаю ваш рассказ про ленивых журналистов. — Да, но вот те, кто начинает работу в журналистике, да, они стараются побольше освоить, поэтому надо этим пользоваться и давать им больше. — Понятно. Информационные анонсирующие материалы для печатной прессы ТВ, радио, интернет имеют свою специфику? — Спросила у вас в лице, и вы опять-таки ответили «да». В чем это специфика? — Специфика... Ну, для интернета надо писать коротко. Еще короче, чем для телевидения, еще короче, чем для радио, чем для газет и так далее. — Вот. Ну, тут вот может показаться, что надо как-то в пресс-релизе оговорить организационные возможности для приема тележурналистов. Ну, я думаю, это не нужно делать, это чистый функционал, просто нужно подготовиться, создать некие организационные модули, где возможно, так сказать, обеспечить подключение камер, достойный свет и так далее. — Поэтому вот это важно. Но это не для пресс-релиза, конечно. — Опять же, исходя из вашей практики, насколько на сегодняшний момент актуально и возможно, что представители радио и телевидения не приехали на мероприятие, они довольно часто, радищики, вообще очень редко выезжают на мероприятие. Но по результатам предоставленного итогового релиза получился некий информационный материал. — Ну, тут очень важно время, когда вы проводите пресс-конференцию. То есть нужно успеть попасть в новости на телевидении, успеть попасть в радио на телевидении. Это значит, что помимо того, что журналисты сделают картинку, они еще должны, так сказать, прокомментировать ее. То есть надо им дать время на подготовку. Поэтому лучше проводить пресс-конференцию утром в 11 часов, в 12, но не позже. — День недели имеет значение? — Конечно. Пятницу не надо проводить пресс-конференцию. В понедельник тоже лучше не проводить пресс-конференцию. — Идеальный день — среда. — Ну, понимаете, идеальный день, может быть, вторник, среда, четверг, да. Но еще тут надо соотнести с какими-то громкими событиями, которые могут... У нас много бывает событий в общественно-политической, экономической жизни, которые могут заслонить. — Перебьют тему. — Да, перебьют тему, и ваш материал никто не услышит просто. Поэтому надо вот это тоже очень четко учитывать. — Я вас спросила в Блице, с вашей точки зрения, существуют ли основные повторяющиеся ошибки среди пиарщиков компаний при разработке информационных медиаматериалов. И вы, опять же, с уверенностью ответили «да». Можете перечислить эти ошибки и предостеречь наших слушателей от наступания на те же самые грабли, на которые весь отраслевой рынок уже понаступал? Ну, самая главная ошибка — это отсутствие естественного информационного повода в пресс-релизе или в приглашении на пресс-конференцию. — Ну, или не только, наверное, пресс-конференцию, на любое событие, которое... — Ну, на любой, ну, пресс-тур, там, пресс-конференцию, конференция, круглый стол, все что угодно. То есть, скажем так, специальное мероприятие для прессы или ивент для прессы, да? Вот, то есть зачем им ехать, если все очевидно, все понятно, да? То есть нужно что-то рассказать, что-то объяснить, поэтому, ну, как и в пресс-релизе, пресс-конференция должна отвечать на вопросы. Кто? Что? Зачем? Когда? Где? И по какой причине? Вот это самое главное, да? Почему? И это все можно только узнать на пресс-конференции путем задавания интересных вопросов. То есть нужно всегда вставать в позицию журналиста, который там имеет массу в городе точек, где происходят определенные пресс-события. Он должен соотнести, куда ему ехать, куда ему не ехать, где там взять материалы просто, да? Вот, а куда приехать и задать свой вопрос. Поэтому нужно всегда вставать в позицию журналиста и того издания, которое он представляет, или того канала, который он представляет. И очень большая ошибка тоже — это затянутость и пресс-конференции, и затянутость материалов, которые готовятся. То есть там пресс-конференцию нужно проводить, ну, строго говоря, вообще по всем подходам, да, 20 минут. И там 10-15 минут на вопросы — и все. То есть пресс-конференция полчаса, ну, 40 минут максимум. Ну, у нас не укладывается, как правило. Почему? Потому что большой визуальный ряд, да, то есть презентация затянулась. Или появляется какой-то человек, прошедший подпольный, начинает задавать вопросы, и модератор не может его посадить. Не может... Но он мог и вполне официально пройти. Есть такие... Да, да, абсолютно, да. Но нужно стараться, чтобы больше там двух вопросов не задавали журналисты, иначе другие не успевают, да, ответить. И вопросы должны быть значимы, безусловно, да. Тут часто у нас бывает, идет пресс-конференция государственной организации, и спрашивают там с министерства в ведомство за все государство, да. Это же невозможно, значит. Политическая ситуация не очень хорошая, да, в этом случае, если так происходит. Вот, и затянутость пресс-релиза тоже... Журналист, опять же, тоже не успевает выполнять свои должностные обязанности, и ему нужен короткий пресс-релиз. Ему некогда делать выжимку из того, что вы ему представите. Поэтому нужно стараться уже написать практически готовый информационный материал, который можно только адаптировать для определенного издания, и все. Поэтому вот эта вот затянутость, неспешность наша, она может обернуться негативом, и просто ваши организации могут написать плохо, для того, чтобы вы плохо подготовились. А вот с точки зрения информационных материалов, в рамках проведения пресс-мероприятий каких-то, презентации, например, что предпочтительнее? Мультимедиа, видео, какой хронометраж, в каких ситуациях, какой формат наиболее эффективен? Ну, я думаю, вообще выступление Ньюсмекера — это 7 минут, ну, иногда 10 в случае, когда, так сказать, это деятель науки, там, Оракул Великий. Их невозможно остановить, ведь, вот микрофон как появился в руках. Нет, но это можно срежиссировать заранее, потому что презентация готовится, и он от этой презентации не должен отступать. Это как-то заставляет ньюсмекеры или спикеры ограничивать свое выступление. То есть сама презентация важна именно с этой точки зрения. То есть она должна быть обязательной? Конечно. Что-то на экране? Да, обязательно, да. Мы обязательно это делаем, когда через наше агентство это проходит. Ну, видеоматериалы тоже могут быть, но это скорее фоновые вещи. Ну, например, рассказ о бренде какой-то области, да. И есть хороший фильм, но его нельзя весь порезать там и как-то кусками показать. Можно его там во время форшета показать после пресс-конференции, да. Или перед пресс-конференцией, да, перед заходом в зал. Люди же приходят некоторые специально за годы, там, за 20 минут. Журналисты толстых журналов, например, да. Вот. То есть пусть они это смотрят. То есть видео, конечно, лучше во время пресс-конференции не показывать. Ну, то есть мультимедиа-презентация. Да, мультимедиа, да. И она должна иллюстрировать то, что говорит спикер. Да, безусловно. Опять же, с вашей точки зрения, Михаил, какое количество оптимальное спикеров в рамках мероприятий для пресса? Не более пяти спикеров. Ну, то пять спикеров по семь минут в среднем, это уже у Google сколько времени? Ну, в этом случае тогда меньше времени им давать. Но, по большому счету, опять же, все зависит от пресс-конференции. Ну, например, какой-то крупный проект. И один человек, там, первое лицо не может все рассказать. Ему нужно, чтобы были помогающие люди, специалисты. Вот. И тогда они в целом, вот, всю картинку могут показать вашего проекта, да, как каждый, там, по три минуты выступит, все хорошо. Вот. Но если один человек-оркестр есть, это замечательно. Но это немножко необъективировано. То есть должно быть, ну, два-три человека, чтобы пресс-конференция была более объективирована, да. Потому что, ну, по большому счету, мы же не делаем пресс-конференцию, считая, что вот выступление какого-то... ...известного человека, это новостной повод. Это же не так. Да, все-таки это какое-то действие должно этому предшествовать. Тогда это новостной повод. А просто выступление Аллы Пугачевой никому уже не интересно, да, например. Хотя она великая певица и так далее. Правильно? Соглашусь с вами. Нет другого варианта у меня. Последний вопрос. Наверное, я вас спросила в лице, дизайн и оформление информационных материалов имеют значение для последующего паблисити? И вы сказали так, соу-соу, да? И да, и нет. Естественно. Ну, если какой-то представляется проект, часто архитектурный, да, какой-то там дизайнерский проект, безусловно, это необходимо, да. Ну, естественно, что многое можно показать на мультимедийной презентации, да. И даже лучше, чтобы на диске эта мультимедийная презентация и все мультимедийные презентации, которые есть, были в медиаките у журналиста, чтобы потом он мог это посмотреть, да. Но если факты сами говорят за себя и многое, так сказать, могут сказать, оформление для них не нужно, да. Тогда это другой характер пресс-конференции, и тогда оформление не нужно. Ну, с точки зрения, опять же, того же самого дизайна и полиграфии, наверное, есть смысл порекомендовать компаниям иметь определенное количество там логотипированных папок для работы как с прессой, так и других. Ну, или агентство само может предоставлять. Мы свои папки предоставляем, и тем самым себя рекламируем. Это очень хитрая позиция, да. Я считаю, что клиентам нужно прислушаться. Михаил, самый-самый последний вопрос, который будет довольно оригинальным, я думаю. Есть ли в сегодняшней теме, которую мы обсуждали, какой-то такой очень важный момент и очень важный вопрос, о котором я вас не спросила, а вы в связи с этим его не затронули. Буквально минутка у нас осталась. Ну, вот, я думаю, что одна вещь из учебника осталась нами нерассмотренной, мне кажется, надо о ней сказать, да, что есть ключевые законы создания эффективного информационного материала, да. Есть книга Фрэнка Джеффкинса, Public Relations 2003 года, и там мы находим, да, что должно быть в пресс-релизе. Вот этот Solates, да, знаменитая формула. Предмет, организация, местоположение, преимущество, заявление, детали, источники, да. Вот эти составляющие обязательно должны быть в пресс-релизе, чтобы он был эффективен. Вот, наверное, все. Спасибо вам большое за интересную беседу, спасибо, что пришли в нашу программу. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о технологиях создания информационных материалов для работы со средствами массовой информации. В гостях у меня был заместитель генерального директора агентства Международный пресс-клуб, Чумиков, пиар-консалтинг Михаил Бочаров. Спасибо огромное вам, успехов в ваших проектах. Спасибо за приглашение, рад был с вами пообщаться. Спасибо.